В курсе номер 2 речь идет о строках, файлах, списках, словарях и кортежах. Всего 5 блоков. Начнем с блока строки. Прежде всего нужно дать определение строки. Что такое строка? Строка это последовательность символов. Начнем с темы конкатенация или сложение строк, поэтому здесь написан знак плюс. Это первая тема блока строки. Уже на эту тему был разговор в предыдущем курсе номер 1 в видео, которое называется выражение в Python, но теперь мы повторим данную информацию и будет еще новая информация по сложению или конкатенации строк. Начнем с примера. Вспомним, что строки мы пишем между двух апострофов. Доброе утро. У нас есть две переменные. Каждая из них строка или строка или строк. И теперь мы хотим их сложить. Какой будет здесь вывод данной программы? А вывод будет такой. Доброе утро. Одно слово. А мы хотим, если мы хотим два слова, что мы можем здесь сделать? Если у нас есть право изменить эти строки, тогда мы можем сделать следующее. Либо вместить сюда пробил в одну из этих строк, добавить пробил, либо мы его поставим сюда после буквы Е в слово доброе, либо поставим перед буквой У. Рассмотрим второй вариант. Изменим строку, которая прикреплена к переменной у. Открывается апостроф и пишем утро. Вот так вот. И теперь, если мы... Ну, у нас х остался прежним. З опять у нас х плюс у. Принь з. Результат будет до, ро, е, ут, ро. С пробелом между словами. Апостроф. Кстати, не апостроф, а апостроф. Правильно говорить. Дальше. Если же у нас нет права изменять данные строки, что мы можем сделать в этом случае? Рассмотрим этот же пример. Но уже у нас изменились условия. Строки мы менять не можем. Опять у нас х доброе, у утро. Но мы можем создать новую переменную. Назовем ее П. Пробел. И это именно, буквально, это пробел. То есть между двух апострофов у нас пробел. Тогда з уже будет что? Х плюс у? Нет. Нам нужен пробел между словами. Доброе утро. х плюс п плюс п плюс у. Принь зет и вывод. Программа будет доброе утро. Можно сделать даже немного короче. Без создания новой переменной. Опять у нас те же х и у остаются. Но зет мы сделаем так. Мы не будем создавать новую переменную П. А мы прямо уже в самом выражении сюда добавим пробел между двумя апострофами. Принь зет. И опять же результат будет доброе утро. С пробелом между словами. Теперь я дам небольшое упражнение. Несколько коротких строк. Там нет никаких пробелов в этих строк. Первая строка это как. Вторая у. Затем вас. Дела. И вопросительный знак. Знак вопроса. Всего пять строк. Нужно их сложить или совершить конкатенацию этих строк таким образом, чтобы вывод был как пробел. У. Пробел. Вас. Пробел. Дела. Знак вопроса. То есть получается как. Один пробел. У. После у второй. И после вас третий пробел. Три пробела. В данном выводе. Теперь нужно поставить данное видео на паузу. И сделать упражнение. А затем мы еще немного поговорим о том, как можно сложить строку и целое число. Рассмотрим следующий пример. К кексу мы прикрепили целое число. Один. А икорик у нас строка. Один, два, три, четыре. Не тысяча двести тридцать четыре, а именно один, два, три, четыре. И мы хотим их сложить. Но если мы напишем z, это x плюс y, print z, то что мы получим? Какой будет у нас вывод? Получим мы ошибку. Потому что нельзя складывать строку с целым числом. Будет у нас traceback message. Нельзя так делать. Что же мы можем сделать? Как мы исправим эту ошибку? А мы создадим новую переменную. Назовем ее a. И a у нас будет. Мы превратим нашу строку y в целое число. Integer. А это интегра от y. Целое число. То есть мы модифицировали y. Была строка, стало целое число. Что еще нужно исправить в данном коде, чтобы он работал? Чтобы мы получили вывод, а не ошибку. Конечно же, нужно заменить y на a. У нас теперь не y, у нас a. Тогда наш вывод. Какой вывод будет данного кода? 1235. Уже число. Уже не последовательность 1, 2, 3, 5, а число, целое число 1235. Можно сделать немного короче. Без ввода третьей переменной. Опять у нас x1, y1, 2, 3, 4. И z мы сделаем таким образом это выражение. Сумму x плюс, и сразу же в выражении напишем, x плюс целое число от y. print z, и опять мы получим 1235. Теперь я дам еще одно упражнение для самостоятельной работы. Переменная x – это целое число. Мы туда прикрепим число 2. а y – это строка 2, 0, 1, 8. Нужно сложить данные переменные. Таким образом, чтобы на выходе, чтобы вывод кода был, было число 2020. Как это сделать? Как это сделать? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...